Вот так мы работаем, работаем, да, 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 да. Всем привет, мои дорогие. Мы с мужем на мусульманском посту. Я второй день, он первый день. Только проснулся, уже два часа дня. Для него как-то сложно, мне вчера очень легко прошел день. И сегодня я вот решила приготовить себе такой суп, кето-суп. Я увидела его в интернете, видно, вернее, зашла на ютуб, и у меня такой кето-рецепты канал. И там 4 супа, какие вкусные. Я прямо обтекла слюнами и решила один приготовить. Он будет, у меня есть фрикаделек. И вот, смотрите, вот это все пойдет в суп, но это пойдет сюда в фарш. Не хватает петрушки, но у меня нету сейчас. И здесь, вот смотрите, сливочное масло. Я сейчас пережарю лук и эти фрикадельки. Добавлю сейчас черный перец, приправы, соль и в духовку их поставлю выпекаться. Оно такое интересное. А также сюда входит также и кабачок. Будем делать с него спагетти. Это просто, я подумала, суп с макаронами у них. Такая красота была. Попробую приготовить. Забыла указать, что сюда также входит и сельдерей. Но я решила взять чуть-чуть, попробовать, как он будет в супе. Сельдерей же мы только в соленостях используем. А здесь вот в супе. Буду сейчас готовить фарш и в духовку фрикадельки. Как я благодарна Турции за то, что она мне раскрыла овощ, кабачок. Смотрите, я сейчас использую это в качестве макарон. Я потерла вот на такой терке. Вот, почему-то подумала, что у меня получится. И вполне нормально. То есть кабачки можно делать и как спагетти жарить, и как картофель заменять в обедах. А также можно как картофель сельдерей. Вы знаете, мне что-то в последнее время так тянет на вот такие овощи. Я с удовольствием кушаю праса. Я с удовольствием кушаю всё. Вообще я не такая привередливая. Так, смотрите, что я сделала. Вот столько у меня фарша осталось. Сейчас я в духовке у меня... Кольга закончилась, видите? Там фрикадельки. Половину я себе для супа, половину сделаю суп на две недели, можно так сказать. Сейчас я, когда это будет фрикадельки готовы, я начну это всё пассеровать. Сейчас ещё посмотрю рецептик, проверю, что и как. А мужу фрикадельки сделаю с чем-то, придумаю. Хочу показать вам процесс. Тут я как раз решила сделать соус. А то мой муж говорит, мне хороший ужин приготовь тоже. Зажарку делаю. Сейчас уже добавлю вот это вот. Будет оно тут всё у меня. Смотрите сейчас, какая реакция. Сейчас проварится чуть-чуть. Вот. Всё, картошка варится. Здесь у меня тушатся, смотрите, все овощи с луком. Пускай потушатся. Сейчас накрою. Грибочки дойдут, потом помидорчики. Это почти готово. Вот это вот моя с пакетик готова. И мои брокколи готовы. Брокколи. Фрикадельки мои готовы тоже. Блин, как их достать? Они же такие горячие. Вот, мои дорогие, они должны, не должны быть полностью приготовлены. Тридцать минут восемнадцать, сто восемьдесят градусов температура. Сейчас я их вот так выставлю. И буду добавлять попозже. Вот. Полкило. Ещё там осталось. Надо было вообще-то всё сделать. Но, аж ему хватит на один раз. Завтра мы идём к родителям. Покажу вам видео. На их тарвы идём к ним. Планируем мангал делать. Мне тоже можно. Так что, вот, продолжаю готовить. Тело подходит к концу. Вот, смотрите, всё я выложила. Сейчас оно у меня всё кипит. Вот. Я сейчас ещё добавлю воду. Вот суп. Такой суп пробовать буду потом на сливочном масле. Сейчас оно пускай поварится. У меня доварятся мои фрикадельки. Ну, смотрите, какой красивый. Друзья мои, как вы думаете, мой муж это поест? Конечно, нет. А ещё другие я супы увидела. Красота-то. А здесь у него варится вот соус с картошкой. И с фрикадельками. Вот, мои дорогие. Он сидит, кричит, кушать хочу. Такие запахи идут. Терпи, казак, атоманом будешь. Правильно же я говорю? У меня параллельно как-то. Всё, мои хорошие, побежала я. У меня вебинар. Вот и на медленном огне оставлю вариться. Моя мамашка, я приготовила вот такие, такой обед. Мы начинаем их там. Смотрите на мою тарелку. И что я тут приготовила ещё? Себе я приготовила офигенный суп. Такой суп я ещё не делала. Сейчас я вам расскажу о нём попрою подробнее. Всем добрый вечер, мои друзья. Сегодня у меня 41-й день моего интервального голодания. Плюс кето-диета. Сейчас начало 8-го. И в тар открываем с мужем. Я сегодня приготовила такой суп. Именно по ютубу нашла рецепт. У меня получилась вермишель как из кабачков и грибы. И всё, что хотите. Муж уже вон там доедает соус флютскими. И праса у нас. И плов ему. Всё, что хотите, приготовила. Вот. Буду пробовать мой супчик. Надеюсь, что он очень вкусный. С такой любовью я приготовила. Приятного мне аппетита, мои дорогие. Девочки, мальчики. Сегодня такая красивая с утра. И бегу на фотосессию. Покажу потом, как я буду выглядеть. Девочка, мы встречаемся. С утра пораньше. С утра пораньше. Вся в делах. Вот так я выгляжу. Не знаю, замёрзну я или нет. В пиджачке. У меня вот такая новая блузка. Такого цвета. Я решила так, скромненько, скромненько выгляжу вот так, в белых ботиночках. Удачного мне дня, мои лопусечки. Девочка, как раз-то выступает я. Ветер нам не помешает, девочки? Ох, этот ветер. Ты знаешь, упалит. Вот эта мимоза, из-за которой мы строили сегодня себе фотосессию. Смотрите, какая красота. И все, весь этот парк, в этой мимозе. Красота, красивая. Вот из-за этой мимозы мы сегодня и собрались. Так как она уже отсветает, хотели попуткаться. Смотрите, тут в этот парк есть мимозе. И наша фотосессия будет посвящена мимозе. Все эти четкие платьицы, а я особо на этом себе. Рючка. Ну что, приятная нам фотосессия, связь. Друзья мои, идем мы к родителям. Я так устала сегодня на фотосессии. Так вот, друзья мои, я так устала сегодня на фотосессии. Отключенная такая, я же еще на уроке. Жарко было на солнышке. Но мы держимся с мужем, конечно. Пришла домой, он обрадовался. Девочки пошли пить шампанское. Я сказала, нет, я не с вами. Пока я не с вами. Пока у меня цель оздоровиться. Вот мы ехали сейчас. Родила сегодня вот такое платьице. Колхозный вид у меня. Пиклер из автобуса, Сашкин? А, автобус без веклёру. Без автобуса... Без автобуса... Беклёрус му. Беклёрус му. Вильмы воле населез? Беклёрус му. Ага, населезе. Демек. Беклёрус. Беклёрус? А? Беклёру... Беклёрус мууус? Тобусs беклёрус, сон. Нет. Нет, короче, он тоже не знает как. Так вот, я сейчас ехала в автобусе, заснула. Почему я умею так? Потому что я поздно легла, мне надо высыпаться. Немножко пройти нам надо. Знаете почему? Потому что 3 часа только до Виктора, 4 часа, пока мы приготовим все, нам будет скучно там с Ашкибом. Поэтому, мои дорогие зрители, мы решили одну остановку пройтись пешком. Такая погода, покажу вам, только себя показываю. Парк Ататург. Ататург парк. За всю зиму впервые одела это пальто. И думаю, почему я его не ношу? Влезла в этот пиджак свой зелененький. Такой он мне хороший, так нравится. Вот одела бы с утра сегодня на набережную. Замерзли мы. Такой ветер. Хомочек. А, он что говорит? Здесь было, это есть бассейн. Ну дети купались и стукнуло кого-то электричеством, и воду брали. Воскресенье, вот так отдыхает население. Он, знаете, говорит, давай выключай, наснимай, чтобы потом не поругались. Там мамочка, там мамочка. Вот такая красота в моей свекрови, как все растет красиво. Приехали бы в гости, друзья мои, будем делать мангал. Какие гвоздичечки хорошие, петрушечка, зеленый лучок, все есть. Это тоже розочки, а дымчик. Счастье-то какое, скоро мы будем кушать, скоро мы будем кушать. Мои дорогие зрители, мы у родителей в доме. Вот так вот, у них есть квартира, все просто. Мы готовимся к Эфтару сейчас. У меня немножко разболелась голова, потому что я сегодня рано встала, была на фотосессии. У них есть первый этаж, там живут эти квартиранты. Второй этаж у них закрытая квартира, они живут, вот здесь третий. Нравится им печку включать, деревенский вариант. Вот там цветочки у анемичка. Так что вот, мы готовимся к Эфтару. Показала, пока никого нет. Всем добрый вечер, мои дорогие друзья. Эфтара наступила, муж все поглотал на ходу, а я вот только что села. Потому что сегодня у нас базарный день, пока перемыла все, перерезала, приготовила, спрятала и вот спокойной душой села. Я сегодня доедаю все. Сегодня 43-й год моего интервального... 43-й год, не дай бог. 43-й день моего интервального голодания плюс кето-диета, плюс амат, плюс я голодаю, у меня сухое голодание без воды, то есть я на мусульманском посту, можно так сказать, поддерживаю мужа и только. И вот моя тарелка, я доедаю то, что у меня было. Вчера мы были у родителей, поэтому из свежего вот я приготовила бурак, салат себе чуть-чуть каплю и печень, капуста. Это все новое. Это все новое. А это праса, зелень, все надо доедать. Ну вот как-то так вот.